Привет, меня зовут Димми, и сегодня я расскажу про M5 Stixi. Как всегда, начнем с распаковки. Рассмотрим аппаратную часть, далее сделаем беспроводной пульт управления на инерциально-измерительном датчике, затем подключим его к драйверу управления движением, который сделали в прошлый раз. Давайте начнем. Данный продукт предназначен прежде всего для создания умных носимых устройств. В наборе идет M5 Stixi и USB кабель. Он работает на микроконтроллере ESP32P. Спереди расположен цветной TFT-экран с диагональю 0,96 дюйма и разрешением 80 на 160 пикселей, а также программируемая кнопка A. Слева расположена кнопка питания, справа программируемая кнопка B, сверху контактный разъем, красный и инфракрасный светодиоды, снизу growth-порт и USB-C. Кроме того, под корпусом скрывается ДПМ-микрофон SPM1423, шестиосевой инерциально-измерительный датчик MPU6886, часы реального времени BM8563, микросхема управления электропитанием AXP192, литейный аккумулятор емкостью 95 мАч, а также 3D-антенна. Форм-фактор STIC-C рассчитан под высокую степень интеграции. Размеры корпуса составляют приблизительно 48 на 25 на 14 мм. А сейчас я расскажу, как сделать беспроводной пульт управления, работающий по протоколу ESP-NOW. Что же такое ESP-NOW? Бывают случаи, когда нет необходимости или возможности использовать Wi-Fi-сеть и интернет для связи между локальными устройствами. Для этого компания ESP-RESIF создала собственный энергоэффективный протокол связи с низкой задержкой. Данный протокол поддерживает микроконтроллеры ESP32 и ESP8266. Для работы с данным протоколом в UI-Flow есть набор блоков во вкладке Advanced. STIC-C будет в роли ведущего устройства – мастер, а ATOM в роли ведомого – слейв. Оба они являются участниками сети – пирами. С помощью данного блока мы инициализируем протокол и определяем формат данных в виде списка. Подобно классическому Wi-Fi, у каждого пира есть MAC-адрес, и только у ведомого имя сети – SSID. Кроме того, в ESP-NOW есть еще внутренний идентификационный номер, который необходим для передачи данных. Его связывают с MAC-адресом. Имя сети – это то, что указано на ведомом устройстве. К этому мы вернемся позже, когда будем подключать драйвер движения. С помощью следующего участка кода ведущее устройство найдет ведомое и узнает его MAC-адрес. Далее свяжем MAC-адрес с ID. Объявляем его в виде списка. Обратите внимание, идентификатор для каждого пира должен быть уникальным и находиться в пределах от 1 до 10. Отлично! Теперь создадим переменную SPEED. Она необходима для вычисления скорости, исходя от данных с датчика наклона. С помощью блока GET X мы узнаем, в какую сторону наклонено устройство по оси X. Значение может лежать в пределах от минус 90 до 90. Для упрощения вычислений создадим переменную SIN SPEED. В ней мы будем хранить знак значения скорости. Если минус 1, то скорость отрицательная. Если 1, то положительная. Напоминаю, что значение с датчика наклона может быть в пределах от минус 90 до 90, в то время как драйвер работает с диапазоном значений скорости от минус 15 до 15. Для этого произведем перенос значения в другой диапазон. Когда число находится в нужном диапазоне, необходимо восстановить его знак и привести к целочисленному типу. Готово. Теперь сделаем необходимые вычисления для поворота. Аналогичным образом создадим переменную. Здесь все проще. Получим данные с датчика наклона по оси Y с помощью блока GET Y и сразу же приведем полученное число к целому типу. Теперь определим границы углов, при которых начинается поворот. Вы можете подобрать экспериментальным образом другие значения. Я же выбрал минус 20 и 20. Помните из прошлого видео, что для поворота влево необходимо значение минус 1. А для поворота вправо – 1. Если значение 0, то движение по прямой. Хорошо. Сейчас мы вычислили значения скорости и поворота, пригодные для нашего драйвера движения на Atom Motion. Теперь их необходимо упаковать в список и отправить. ESPNOW пересылает байты в сыром виде. Для отправки отрицательного числа необходимо сделать знаковое кодирование в дополнительный код. Для этого я предлагаю использовать кастомные блоки. Ссылка в описании. Добавим небольшую задержку для более спокойной реакции на движение. Сейчас функциональная часть нашего приложения готова. Осталось сделать графическую. Создадим функцию DRU SPEED для отрисовки пользовательского интерфейса, связанного со скоростью. Создадим надпись, которая будет отображаться при движении задним ходом. Далее создадим надпись, на которой будет отображаться стрелка направления поворота. Продолжение следует... Для отображения скорости я решил использовать полоски. Создадим их с помощью элемента прямоугольник. Продолжение следует... Если скорость отрицательная, то отобразим букву R. Реверс, задний ход. Цвет полосок мы будем изменять в зависимости от скорости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова хорошо теперь создадим вторую функцию другтерн для поворота здесь в зависимости от значения поворота будем изменять стрелку направления уборота 1 и и и и и и и Осталась последняя функция «Клия». Здесь будет происходить очистка пользовательского интерфейса. Добавим вызов созданных функций в главный код приложения. Теперь загрузим программу в память M5StickC и посмотрим, что получилось. Отлично! Наш пульт готов к работе и ожидает MAC-адрес ведомого. Теперь подключим ESPNOW к драйверу управления движением на Atom Motion. Аналогичным образом инициализируем протокол с указанием формата данных. Далее присвоим SSID, о котором я говорил ранее. Затем создадим открытую точку доступа с данным именем сети. Удалим программу поездки. Теперь управление мы берем на себя. Оставим лишь жизненный цикл драйвера. А обновление состояния будет происходить из функции обратного вызова ESPNOW. Эта функция требует две переменные. В одной из которых будет сохранять MAC-адрес отправителя, а во вторую полученные данные. В нашем случае список. Теперь необходимо извлечь из списка значение скорости и поворота и выполнить декодирование из дополнительного кода. Готово. Сейчас давайте загрузим драйвер в Atom и проведем испытание на условном стенде. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Стэм-контент сделал... Стэм-контент сделал Димми. Текст читал Сергей Колбинсов. Продолжение следует... Продолжение следует...